Отдельно хотелось бы рассмотреть такое понятие как воля. Не думаю, что есть аналоги в мире, но есть понятие свободы. То есть это то же самое, как то же самое, воля и свобода. Но рассмотрим, что такое воля? Воля – это пусть будет свобода, свобода, моя личная свобода. Воля – это мое желание, воля – мое изъявление, желание изъявление, реализация мое желание. Я – воля, я хочу чего-то, я хочу чего? Воли, я хочу свободы, желание свободы. То есть это целый комплекс понятий, в одном понятии целый комплекс закодирован, который ничем не отличается от японского дзена. Абсолютно ничем. То есть многие идеализируют этот дзен и говорят, вот в Японии дзен, дзен-буддизм. Да, хрен-буддизм. Буддизм – это такая же система, только она стройная, она установленная и для социального использования, то есть для организации людей. Есть государства, Шри-Ланка буддийская, есть буддийские государства. То есть это такая же система, как коммунизм или демократия, только там есть надстроечка такая, которая рассказывает людям о их сознании и жизни вечной, да, то есть о бесконечном потоке вхождения на нашего сознания в сон, оставление тела, в сон вхождение, потом возвращение его с помощью там механизмов разных, которые природа придумала, оргазмов разных, да, мед для душ человеческих, которые во сне летают. Может, каждый день во сне в сон входит. Никто практически не знает, что такое сон. Вот уходим мы, уходим. Нам эта культура демократическая или коммунистическая говорит, что мы механизмы, мы роботы. Вот все, наше предназначение. Выключился отток – исчез. Больше ничего не существует. Христианство говорит, что существует жизнь после смерти. Вот. А единственное только, что на востоке буддизм, в буддизме ясно разложено все по полочке, так как приз Гаутама был имен хорошее образование, он соединил свой опыт с юргическим опытом индийских йогов, которые там уходили в свои сны далеко и находили выход из снов в бесконечное небо. Нирвана. И все это систематизировал, и получилась очень стройная система обучения, настройки нашего сознания. То есть человек в процессе обучения буддизмом, где-то это самое, он настраивает собственное сознание на максимальные возможности свободы. То есть он может думать, может не думать, может каким-то образом проявляться его сверхспособности, которые у людей ситхи, которые у людей не спящие, будем говорить, которые на уровне животных эмоций существуют у нормального человека. А вот все это понятие, просмотреть, как это функционирует, это и есть буддизм. То есть практически буддизм это не только тяга к конечному просветлению, а и есть стройная школа с определенными знаниями, как функционирует наше тело и сознание. А заодно там уже и мироздание. Нужно уже там додуматься, будем так. Хотя внимание меньше всего уделено на этот аспект. И начнем, опять возвращаемся к воле. То есть вот на основе есть такое понятие дзен-буддизм. Что такое дзен? Это отсутствие авторитетов. Прежде всего, как авторитетов конечных, которым нужно поклоняться. Есть вот учитель, который тебя учит, он может быть на определенном уровне, он может быть просветленный, может быть не просветленный, но он все равно выше тебя, и он тебя в определенной степени учит, и вы с ним, товарищи, вместе как бы идете по этой жизни и познаете эту жизнь. Есть уже высокие учителя, которые могут подтянуть ученика, ударил палкой по голове нечаянно очень открытого маленького человечка, у него вываливаются мысли из всей головы, за что учитель, потому что полное отдание имеет. И вдруг в этот момент выскакивает, он смотрит на учитель и говорит, спасибо, дорогой, что ты меня научил. Вот этот единственный момент, чтобы вылетела вся дурь из моей головы. В конце концов, ясное видение, что кто ты есть, кто я есть, как этот мир будет. Это, в принципе, дзен-буддизм. То есть, короткая форма дзен-буддизма. А он берет свои корни еще с ранней традицией, которая десятки тысяч лет, даже, может быть, и сотни тысяч лет существовала на нашей земле. То есть, у нас общая культура. Мы не можем разделять бритов, англосаксов, индусов. Разделение это разделяют те, которые хотят править. То есть, я разделяю и властвую. А у нас общая культура, у нас имеется один источник, потом переходит другой. Все эти плавные переходы мы из общего источника исходим. Потом где-то культура начинает отдельно формироваться, как в Атлантиде. Потом она переходит снова на этот континент, уже обновленный, уже со своими понятиями более эгоистическими, чем это самое. То есть, если в базе не было эгоизма, эгоизм как бы не поощрялся, как форма, до сих пор не поощряется, как форма общей, какой-то это глюк. Эгоизм – это иллюзия, это программа. То есть, нельзя человека сказать, что вот он стоп, как стоп деревянный. У него что, он сейчас плачет и рыдает, а завтра он смеется и полон энергии, и уверенный в себе, какой он настоящий – этот или этот. Где я, где Коля? Нет. То есть, это иллюзия, это программа. Любого человека можно сломать, кроме того, который имеет понятие, который глубоко у него они сидят. Они уже в натуру вошли или просветленный человек. И поэтому именно дзен – это как бы то зеркало, которое нам рекламируют. Посмотрите, вот на него у нас есть такая система. А у нас есть воля, у нас есть понятие. Ну, мы себя, самобичевание, христианство пришло, не место взяла и своего жениха Волхова поставила вне закона. Посадила его, потому что он бесчинствует, потому что он не хочет организовываться. Получается так, что мы свою собственную культуру норманную, эзотерическую, то есть тайную, развитие мудрости человеческой, мы ее загнали в подполе. Мы или они – это все то, все наше. В конце концов, любая культура, которая к нам приходит, она трансформируется. Все время идет трансформация. Американцы – новая нация. Сейчас вот говорят русские, да, европейцы – как бы отдельная нация. То есть там взяли, насадили этикет, то есть правила поведения, политкорректность. И люди не перестали говорить правду. Люди стали говорить хорошие слова, хорошие это самое. Они перестали быть натуральными, нормальными. То есть там и не дождешься. Это общество такой мягкой лжи, будем так говорить. Даже если у тебя плохое настроение, ты приходишь и как тебя спрашивают? А ты окей, ты окей, ты обманываешь, ты лжешь. Просто из-за того, как тебе говорят, чтобы другим не портить настроение, ты должен врать. Это смысл, это плохая школа, очень плохая школа. То есть потом они, воспитывая таких людей, стараются вот эту ложь всю, эгоизм, корость загонять в какие-то рамки, чтобы можно было ее управлять. Поэтому создаются демократии различные, коммунизмы, интернационализмы. И таким образом получается, что эти идеологические системы начинают опять который раз к нам лезть в нашу волю. А у нас есть воля, у нас есть понятия. Нужно просто поднять эти понятия, просмотреть, описать, дать посмотреть людям, что мы имеем, почему мы имеем культуру в культуре, называем ее мафией, называем ее криминальной культурой. А она существует уже тысячелетия. И если посмотреть в историю, это наша исконная культура. Почему мы не можем ее нормально рассматривать? Почему андеграмм, почему запреты? Давайте рассмотрим понятия. Существуют понятия. Давайте рассмотрим понятия. Неужели, если все, кто будет жить по понятиям, они станут криминалистами, они перестанут быть нормальными людьми? Надо рассмотреть этот вопрос. Надо решить, надо помирить нас с самими собой, а не постоянно себе рисовать какие-то идеалы где-то там. Вот там демократия охрененно хорошая, вот там цен обалденный, здесь буддизм, все буддисты, кришнаиты ходят, отстреливают себе мозги. Да нет, ребята, у нас свое есть. Если называться язычниками язычества, то давайте рассмотрим, что такое язычество, а не только убирать твыбашки и топориком выбивать. Давайте искать идею по основу всего нашего бытия, а не только внешнее копирование. Вот воля, есть воля, вот наш цель, давайте сделаем людям, что такое воля, система, что такое воля, и ты должен эту волю разгрызать до самого конца, чтобы она от самого низа до самого верха вошла в тебя, в твою кровь, чтобы ты хотел понять ее, что такое воля. Или я буду ходить, я воля, как царь ходить буду, или я буду свободный ходить, как демократ, свобода слова, свобода личности. Что это такое? Давайте решим этот вопрос. А может это тот дзен, который требует ударить тебе палкой по голове, и учитель требует, чтобы понять, что такое воля, и что ты освободился и стал волей, вот так, чтобы это в единый момент так, пух, вспышка. Может это и есть наша дорога и просветление, воля, понятие только того, что воля на уровне логическом, а потом уже и мистическом каком-то понятии. Давайте искать свою волю. Что это такое? Спасибо. 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 Спасибо.